Дорогие друзья, мы находим старые огрызки, проволоки, разных осколков, короче, из того, что мы делали. И, ребята, пытаемся сделать хоть какое-то место для малышей. И места у нас уже хорошего, чистого, неволосного. Очень мало. Я обращаюсь к вам ко всем. Пожалуйста, помогите нам. Нам необходимо сделать небольшие вольерчики для малышей. Их подбрасывают часто коробками, но нам некуда их посадить. И мы хотим сделать небольших вот таких отсеков. Потом, когда они подросли, мы пересаживаем, потому что те, которые уже выросли, мы их пристраиваем к счастью. Друзья, обращаюсь ко всем вам. Пожалуйста, помогите нам в стройматериалами. Ну, всем сердцем вас прошу. Очень-очень. И пока нет дождей. Понимаете, как говорят, дорога ложка к обеду. Я прошу вас, мои дорогие, пожалуйста, отзовитесь. Ну, отзовитесь. Лохматая душа просто молит вас о помощи. Спасибо вам. Так, друзья, плюс ко всему у нас еще закончилась сетка. Для того, чтобы делать вольеры, нам нужна вот такая сетка. И вот это у нас последний маленький рулон. Да, да, скажи, сетка нам нужна, сетка. Сетка нам нужна, сетка нам нужна. Ну, все, друзья, работа застыла. Мы ломаем поддоны, чтобы сделать пол. Ну, это ненормально, ребята. Ну, нам пару кубов 25-й доски кто-нибудь подарите нам. Пожалуйста, мы бы сделали эти вольеры. Нам нужен еще профиль, ребята. Я прошу вас, обращаюсь ко всем. Трубы, профиль. Нам это необходимо, чтобы сделать крыши. Крыши, ребята, посмотрите, что у нас творится. У нас столько вольеров без крыш. И мы каждый год обращаемся к вам и просим, помогите. Люди, прошу вас, пожалуйста. В приюте очень много работы, и надо до конца ее хоть немного довести, привести в порядок. Я обращаюсь ко всем, ребята. Прошу вас помощи. Помогите нам, пожалуйста. Помогите. Прошу вас. Они имеют право жить, так же, как и мы. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Друзья, вместе с Жанной у нас лечатся еще вот эти дети. Да. Что ты мой золотой? Ушки порванные, да, красавчик мой? Лапы порванные. Да, мои красивые, мои замечательные деточки. Мои красивые, мои хорошие. Маленькие мои. Не бойся. Не бойся, солнышко. Кроме Жанны, ребята, это наш карантин. Наверху еще двое. Да, ты еще у меня здесь. Ты еще у меня красивый ребенок мой. Да, да, лежи, зайка. Две лапки у нас тоже. Ты мой солнышко. И Джанна. Ребята, у нас провалился пол. Провалился пол здесь, вот видите. И провалился вот здесь. Здесь вообще сильно провалился. Здесь вообще сильно провалился, ребят. Нам срочно нужна карантинная бытовка. Просто срочно. Места очень мало. И нам нужна ваша помощь, ребята. Господи, как же много приюту нужна помощь. А мы, ребята, мы с трудом выживаем на те пожертвования, которые нам посылают. И нам хватает только накормить животных. И облегчить немного страдания. Это вылечив раны, сделав капельницы. Но у нас нет карантинной зоны, чтобы мы могли их... Вот это опилки на полу, потому что тогда запах убивается. У нас очень мало места. Капельницу мы сварили сами, как вы знаете. Сами ее сделали. Получилось очень удобно. И можем капать три малыша подряд. Ну что, друзья. Вечер. Все накормленные. Тихо. Закончила капельницу. А, кот вышел. Кот наш вышел на прогулку. Провоцирует собак. Сейчас он выйдет за ворота, охотится. Своих крыс трогать нельзя. А вот за воротами можно. Сейчас пойдет там крысу, поймает. И принесет нам. Да, охотник? У нашего кота удивительное имя. Его зовут Маша. Пока он был маленький, его звали Машей. А потом оказалось, что это котик. Но он так и остался Машей. Все, ребенок пошел охотиться. Что, ворота закрыты, да? Ты у меня где проходишь? Красавчик. Вот такой у нас красивый. Был малюсеньким котеночком. Выкармливались соски. И вот такой ребенок вырос. Решил на склад сходить, да? Там тоже мышки есть. Ну, правильно. Вечер. Кошачье время. Удачной охоты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok